Друзья, всем привет! То, что Xiaomi производит не только телефоны, а и много другой цифровой сячины, это известно давно. А вот то, что существуют электрические портативные сушилки для обуви, это для меня стало открытием. Это, конечно, неправда. Случайно натослали их в одном из магазинов. Там их продавали за полторы тысячи рублей. А что, прикинул я, в сезон таких проливных дождей, которые обрушились в этом году на Кисловодск, вещица самая то. Да и каждый день после утонних прогулок с псом, поросистой траве, обувь котят жимают. Короче, закинул лодочку на Алиэкспресс. Там подобных сушилок пруд-пруди. И дешевле. Со всеми скидками заплатил 775 рублей. Само собой, и в этом деле не обошлось без Xiaomi. Правда, Xiaomi тут выступает скорее как некая приманка-замануха для покупателей. В магазине, где покупал сушилку, название бренда присутствует и в названии продукта, и логотип компании красуется. А на самой коробке, которую получил в итоге, и на товаре, ничего этого уже нет. Почему нет? Почему нет? Короче, явная завлекуха. Ладно, оставим датрюк на совести китайцев. Меня, как думаю и вас, больше интересует, что в итоге я получил в белой симпатичной коробке. Сразу скажу, сушилка не разочаровала. Внешне выглядит очень привлекательно. По-сёмовски. У меня она выполнена в благородном белом цвете. Сделана добротно, прочно и качественно. Комплект купил с таймером. Вообще устройство выглядит просто. Вилка, электрический шнур, посередине которого встроен таймер, и сама сушилка. Плюс переходник для евророзетки. У меня размер ноги не маленький, и потому смешные детские сушилки длиной 10 см, которых продаж немало, мне явно не подойдут. А здесь целых 17 см. Таймер можно установить на 3, 6 и 9 часов работы. По заявлению производителя устройство, кроме сушки обуви, производит ультрафиолетовую стерилизацию и дезодорацию. Смитя, а что у тебя сзади колонна такой дурак? Сама на 23-ю подарила. Опробовал сушилку в деле. Обеденные дожди прекратились, а утренняя роса осталась. О, пусть у нее всегда сырая. Ну, посмотрим, как она сушит, стерилизует и дезодорирует. Таймер поставил на 3 часа. Сушилка медленно стала нагреваться. Максимальную температуру, при которой рука ощущает только тепло и не больше, сушилку набрала минут за 5. И такая температура держалась, пока я устройство не выключил. На полную просушку макосин времени потребовалось меньше, чем установил на таймере. Часа 2. Ну, роса это все-таки не дождь и луга. Как сработала сушилка, мне понравилось. Функцию свою выполнила она, на мой взгляд, хорошо. И это самое важное. И что тоже немаловажно, выглядит сушилка, как я уже сказал, очень симпатично. Такую вещицу просто приятно подержать в руках. Ну, вроде все. Кому эта информация оказалась интересной и полезной, не забываем поставить лайк и подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем здоровья, добра, пока!